Всем привет! Я Александр Шевченко. На своем канале я рассказываю про аэросъемку, видеосъемку, путешествия. Подпишись, будет интересно. Сегодня я хочу рассказать коротко и теоретически про ND-фильтры. Так как многие слышали, что есть ND-фильтры на дроны, на камеры, на GoPro, на что их только нет, на телефоны. И люди не совсем понимают, зачем их приобретать и как ими пользоваться. И вот сегодня я хочу немножко теоретически, коротко рассказать о том, для чего они нужны, почему необходимо ими пользоваться и как правильно ими вообще пользоваться. Поехали! Начну с того, что когда я начинал свой путь в сфере аэросъемки, это 2016-2017 год, я летал без ND-фильтров. Я вообще не понимал, зачем они не нужны. Я когда смотрел на примеры каких-то там обзоров, разборов на сравнение с ND-фильтром и без, я вообще не видел никакой разницы. Просто ты смотришь на две картинки, которые одна, вторая. В чем разница, вообще непонятно. В ролике уже там спустя несколько лет с опытом ты приходишь к тому, что ага, вот здесь есть ND-фильтр, здесь нет ND-фильтра. Ты замечаешь эту разницу, потому что эта разница заключается в том, что картинка становится более мягкой, более плавной и не такой резкой, когда ты снимаешь днем без ND-фильтров. Сейчас я использую ND-фильтры практически на всех своих камерах. Это и Mavic 3 Pro, и Mavic Mini 3 Pro, и на камере, и на GoPro. То есть на всех камерах, которые я использую для съемки видео, я использую ND-фильтры. Так как при помощи этих ND-фильтров мы получаем меньшее количество света на камеру. С одной стороны, вроде бы все окей, много света, хорошо попадает на камеру. То есть в нем снимать же, отлично, отлично. Зачем нам с помощью ND-фильтров искусственно уменьшать количество света, который попадает на нашу матрицу в камере. Так вот, с помощью этих ND-фильтров мы и правда уменьшаем количество света, который попадает на нашу камеру. То есть в аэросъемке на камере без разницы. Это везде используется. Таким образом, мы можем выставлять более правильное значение выдержки. Если вы не знаете, то значение выдержки в идеале должно быть кратное 2 от того количества кадров, которые вы снимаете. Так как я обычно снимаю все в 50 кадров в секунду, то обычно я использую выдержку на 100 для того, чтобы получить более правильное размытие наших кадров при движении. Когда мы летаем днем на наших дронов, то если мы не используем ND-фильтры, то значение выдержки мы будем выставлять примерно, я знаю, где-нибудь на 1000, 2, может быть даже 5000, если это яркое солнце. То есть мы получаем, мы компенсируем излишний свет с помощью выдержки. Да, если у вас есть там третий Mavic, либо второй, мы можем это сделать с помощью диафрагмы. Но все равно этого значения будет недостаточно для того, чтобы убрать весь солнечный свет, чтобы наша картинка смотрелась хорошо. Поэтому, для того, чтобы не завышать значение выдержки, мы ставим ND-фильтры, так как при высокой выдержке картинка становится более цифровой, более резкой, и она смотрится, ну скажем так, не киношно. Если мы хотим получать именно хорошую качественную картинку, то необходимо ставить значение выдержки на более низких значениях. У меня эти значения в среднем находятся на 100, но я могу там плюс-минус подвигаться на от 100 до 320, немножко могу смещаться. Не сильно, но, понятное дело, что во время полета сложно там предугадать, какой нужно ND-фильтр поставить, чтобы он перекрыл достаточное количество света. Поэтому плюс-минус я могу немножко двигаться. Но в любом случае я надеваю ND-фильтр для того, чтобы не ставить это значение выдержки там свыше 1000. Так как, опять же, повторюсь, для того, чтобы получить более качественную, хорошую, такую киношную картинку, более мягкую, необходимо использовать ND-фильтры, так как они помогают убрать лишний свет, что позволяет делать наше значение выдержки на более низкие значения. Для того, чтобы у нас появлялся Motion Blue, это вот такое небольшое смаз при движении. И это облегчает нам работу и работу в дальнейшем с цветоколориста, либо монтируете ли вы, либо кто-то другой. Но работать с материалом, который снимался при правильных настройках, намного приятнее, чем нежели, когда вы снимаете все на автомате. Какие у нас есть ND-фильтры? Для удобства они разделены на цифровые значения, для того, чтобы мы могли легче понимать, какое значение нам необходимо выбрать в той или иной ситуации. То есть ND-фильтры есть 2, 4, 8, 16, 32, то есть они всегда кратны двум и так далее. То есть 32, 64, 128, 256, 512. То есть это вот то, чем выше значение, тем больше света они поглощают себя. То есть когда мы снимаем, к примеру, в дневное время, когда просто на улице светит солнце, я обычно использую ND-32. Когда, к примеру, идет закатное солнце, я использую где-нибудь там 8 плюс-минус в этих значениях. 64 я использовал крайне редко, когда снимал там при солнце и снеге. Кто-то говорит, что я использую 128, но я на своем опыте такие не использую. На камере у меня используется ND-фильтр переменного значения, то есть у него нету стопов, он просто крутится от более светлого к более темным. То есть в необходимом мне освещении я просто смещаю ND-фильтр на камере для того, чтобы, опять же, картинка превращалась в более плавную, более мягкую и более приятную по вот этим вот мягкости, чтобы она не была такой резкой именно, если мы говорим про картинку с камеры. Также хочу отметить, что помимо ND-фильтров, которые просто убирают цвет, есть еще ND-PL-фильтры, либо же просто PL. PL – это полиализационные фильтры, которые уменьшают количество бликов, которые мы видим. И кто-то может сказать, что, опять же, использовать PL-фильтры в аэросъемке будет бессмысленно и бесполезно. Но, опять же, на примере могу сказать, что, к примеру, когда вы снимаете на природе какой-нибудь лес лиственный, то листья бликуют, они отражают солнце и при ветре, при движении они издают небольшие блики. И с помощью PL-фильтров, либо же это просто PL-фильтр, либо это ND-PL-фильтр, мы можем убирать излишние блики на деревьях, то есть на этой листве, на воде, на машинах, на окнах. Вот все, что бликует, мы можем… Понятное дело, что он не уберет весь блик, который есть, но он его уменьшит. То есть эти блики становятся немножко меньше, не такие яркие, не такие… Опять же, не такие яркие, они не так сильно бросаются в глаза. То есть их становится меньше, и, опять же, при помощи ND-PL-фильтров наш кадр становится более приятным для визуального взгляда. Поэтому лучший совет, который я могу дать, это просто берите и используйте ND-фильтры. ND-фильтры были придуманы не вчера, не позавчера, им уже много, не знаю, десятков лет, Их используют во всем кинопроизводстве, причем клипов, фильмов, рекламы, сериалов. Их везде используют, используют и на дронах, и на камерах, и на GoPro, и на телефонах. То есть они есть, ими пользуются, ими пользуются не просто так, потому что это какой-то аксессуар, который может как-то чем-то вам помочь. Он реально работает, и лучшим пониманием, как он работает, будет это брать и использовать его в своих съемках. Если же вы не знаете, как правильно там настраивать камеру, как управляться с дроном, то у нас есть свой курс по аэросъемке. У нас уже более 90 уроков, то есть рассказано про все нюансы, про все аспекты, связанные с аэросъемкой. Если вам это интересно, ссылочка будет доступна в описании. На этом у меня все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok